Уважаемые коллеги, ассоциация врачей первичного звена вновь приветствует вас на сайте. В 2021 году цикл вебинаров представлен 13 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 14.30. Курс «Нутрициология». Читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. 15.00. Курс «Нефрология». Руководитель Мальцев Станислав Викторович. 15.30. Курс «Врач и инфекция. Лицом к опасности». Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.00. Курс «Дентальная имплантация». Ведут Александр и Дмитрий Стаматовы. Мы провели более 500 вебинаров по 40 врачебным специальностям. Но впереди вас ждет еще больше интересной и нужной для вас информации. 16.30. Курс «Кардиологика». Читает Власова Надежда Леонидовна. 17.00. Курс «Актуальные вопросы от Урина Ларингологии». Ведут Свистушкин Валерий Михайлович и Никифорова Галина Николаевна. 17.30. Курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Заплатников Андрей Леонидович и Дементьев Александр Анатольевич. 18.00. Компас детской психиатрии. Читает Ивашенко Дмитрий Владимирович. Ассоциация «Серано» приглашает вас совершенствоваться в своей профессии с помощью циклов вебинаров для врачей первичного звена. 18.30. Объединенный курс «Актуальные вопросы рефлексотерапии» и «Детская неврология». Руководители Зыков Валерий Петрович и Тян Виктория Николаевна. 19.00. Курс «Общая врачебная практика». Руководитель Стримаухов Анатолий Анатольевич. 19.30. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Ведет Остроумова Ольга Дмитриевна. 20.00. Курс «Эндоурология и детская хирургия». Руководитель Шатохин Максим Николаевич. Также на сайте нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров по выходным в 20.00. Проходит курс «Диалоги с профессором» для врачей-педиатров. Ведущая – Захарова Ирина Николаевна. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edudefiscerano.ru Ну что, доктора, до встречи! Мы вас ждем! Что такое «Серано»? «Серано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей, конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Серано». Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте приступим теперь к обсуждению анонсированных ранее вопросов иммунопрофилактики, острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Особое на это внимание. Но начнем мы все-таки с вакцинации против гриппа. И вы поймете, почему мы хотим заострить эту проблему. Очень быстро после программного заявления Всемирной организации здравоохранения появились зарегистрированные вакцины. Мы с вами сейчас можем вспомнить, что в прошлом году, в этот же период, начиналась эра вакцинации в нашей стране, поскольку появились зарегистрированные вакцины. А на начало сентября 2021 года мы имеем почти 300 вакцин, которые в драффлисте. Из них 185 на стадии доклинического исследования, 112 допущены клиническим исследованием, а 7 вакцин зарегистрированы, плюс наши отечественные вакцины тоже. Значит, 10 вакцин, которые реально на сегодняшний день помогут миру справиться с пандемией COVID-19. Причем эти вакцины по технологии абсолютно разные. Есть и классические вакцины, так называемые живые, аттенуированные, хорошо известные, давно используемые, но есть и абсолютно новые векторные вакцины. Вакцины на основе РНК, на основе ДНК. Промежуточный вариант, то, что называется по технологиям, так называемые субъединичные, которые мы знаем уже более 30 лет, но они тоже есть. Вирусы в виде частиц и с антиген-презентирующими клетками. Это совсем новая глава в технологии приготовления вакцин. Линейка вакцин зарегистрирована у нас достаточно широка. Вы ее хорошо знаете. Я не буду на этом отдельно останавливаться. А вот то, что я хочу сейчас с вами обсудить, требует отдельного, очень серьезного разговора. Итак, на начало сентября, несмотря на то, что с прошлого года, с лета 2020 года, в России имеются зарегистрированные вакцины, потом в сентябре добавились, потом в декабре добавились, и сейчас мы имеем с вами целую линейку гамм-ковид-вак, мы имеем кови-вак, мы имеем эпи-вак. А только 25% населения вакцинирован, а нам необходимо добиться хотя бы 70%. Хотя по-хорошему, конечно, это уровень 80% и выше привитых людей. Причем посмотрите, пожалуйста, ведь все это только за последние 6 недель уровень этот поднялся. Если была бы у меня возможность сейчас, времена, я бы вам показал, к концу июня, в начале июля, было вакцинировано менее 6% населения России. Только очень жесткие меры, которые, ну если хотите, то, что называется подружье, нас всех поставили, привели к тому, что люди стали вакцинироваться. Более того, хочу привести вам еще один очень интересный сейчас пример, в том числе статистический пример. При Кембриджской академии в университетском направлении таком была проведена аналитическая работа в феврале-марте 2021 года. И по прогнозам, если бы темпы вакцинации сохранились, я буду говорить только о Российской Федерации. Интересно и по миру, и по разным странам. Так вот, если бы темпы вакцинации сохранились такими, как они были в феврале-марте 2021 года, то в России уровень вакцинации в 70% был бы достигнут только к ноябрю 2023 года. Это при том, что мы имеем вакцины, которые используются бесплатно для населения. Очень важно напомнить вам, коллеги, и о вакцинации против гриппа. Посмотрите, пожалуйста, в этом году будут два новых штамма по вирусу гриппа H1N1, по вирусу гриппа H3N2. Несмотря на то, что циркуляция возбудителей гриппозной инфекции существенно снижена по сравнению с предшествующими сезонами, необходимо помнить, что вакцинируя против гриппа, а группа риска еще и против имбококковой инфекции, мы существенно уменьшаем осложнение от этих заболеваний. В России зарегистрированы как трехвалентные, так и четырехвалентные вакцины. Это очень важно. И есть возможность их применять, и надо это делать. Вот сейчас начинается сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Уже доступны вакцины против гриппа. Необходимо активно использовать эти возможности. Более того, доктора, если мы с вами посмотрим, то окажется, что у пожилых людей, которые вакцинировались против гриппа, на фоне пандемии COVID-19 снижается риск развития неблагоприятного исхода и тяжелого течения COVID-19. Каждые 10% вакцинированных пожилых дают шансы на то, что у них риск летального исхода, если вдруг они заболеют, снизится на треть. Это очень хороший результат. Это замечательный результат. Почему? Оказывается, включается так называемый, сегодня очень активно разрабатываемый, вот этот срез тренировки иммунитета. Оказывается, что вакцинация против гриппа не только способствует созданию иммунитета против возбудителей гриппа, но и влияя на факторы врожденного иммунитета, приводя к так называемым вариантам стимуляции с выработкой определенных цитокинов, уменьшается риск развития цитокинового шторма. Происходит метаболическое репрограммирование, эпигенетическая трансформация, модификация гистонов. И все это дает возможность существенно снизить тяжелые формы заболевания, летальность, ну и в целом инфицирование тех лиц, которые были вакцинированы против гриппа. Очень интересное исследование. Если вам будет интересно, в ваших вопросах задавайте их. Мы вышли вам ссылки этих публикаций. Это все сейчас уже есть в открытой печати, об этом нужно помнить. Но, доктора, ну что мы будем говорить в целом о населении, если даже наши с вами коллеги, обратите внимание, если педиатры относятся более 90% позитивно вообще к вакцинации, то врачи таких специальностей, как хирургия, терапия, врачи общей практики, более 30% негативно относятся к вакцинации. О чем говорить? Это результаты анкетирования, которое проводилось профессором Брико и его сотрудниками. А вот теперь наши результаты я хочу показать вам. Это результаты слепого анкетирования врачей-педиатров и студентов-медиков, педиатрических факультет, апрель-май, тогда, когда жестких требований по вакцинации против COVID-19 еще не было. Что же мы имеем? Всего треть врачей-педиатров на тот момент соглашались на прививку против COVID-19. И катастрофически выглядит ситуация в отношении студенчества. Менее 5% на тот момент соглашались к вакцинации. И вспомните, я не зря приводил вам цифры. За 6 недель активная работа, когда, особенно для москвичей это хорошо известно, мэр указ такой издал, что если в организации не будет вакцинировано 60% населения к 15 числу каждого месяца, к 15 августа такой рубеж был, то это предприятие будет подвергаться жестким санкциям, в том числе с применением судебных решений. Потому что главный санитарный врач сказал, что по закону о здоровье есть такие возможности, будут возбуждаться соответствующими органами дела. Будут передаваться все эти дела в прокуратуру. Куда деваться? Вы видели результаты. То, что касается по Москве, подавляющее большинство предприятий, независимо от формы собственности на сегодняшний день, по списочному составу имеет более 60% вакцинированных. Это нужно делать. И не забывать, что вакцинация дополнительно дает еще и тренировку иммунитета. Коллеги, необходимо как можно активнее доносить эти знания не только до населения, но и до коллег, которые не ходят, не посещают конференции, не бывают на наших с вами занятиях. Пожалуйста, не допустите прививочного нигилизма. В этой ситуации мы должны вспомнить, что можно использовать еще и неспецифическую иммунопрофилактику. И максимальный эффект достигается тогда, когда прививки сочетаются с применением методов неспецифической иммунопрофилактики. Какие здесь резоны? Во-первых, в предвакцинальный период, для того, чтобы не заболел тот, кто будет вакцинироваться и, следовательно, в связи с временными противопоказаниями пропустит прививку, получит временный медотвод, чтобы этого не было, необходимо использовать в группах риска средства неспецифической иммунопрофилактики. Кроме этого, в поствакцинальном периоде, когда нередко мы это с вами видим, человек пришел на прививочный пункт, либо ребенок пришел в поликлинику, были контакты, развились интеркурентные заболевания и негативная реакция у родителей и у некоторых медработников. Говорят, мы сделали прививку и из-за прививки заболели. Так вот, чтобы этого не было, можно использовать неспецифическую иммунопрофилактику. В 90-е годы с моим учителем, профессором Коровиной Ниной Алексеевной, мы эту закономерность выявили, запатентовали это и стали широко использовать эти методы. В частности, хочу продемонстрировать вам несколько таких результатов. На примере специально обработанных антител гамма-интерферона, препарат интерферон, вновь образованный коллектив, приезжают из разных регионов в конце августа, девочки поступают в пансион и начинается экстренная иммунопрофилактика. Они получают препараты на основе релиз-активных антител анаферон. Если вдруг заболевают, мы переходим на лечебный режим дозирования. В течение пяти дней они выздоравливают, мы возвращаемся на профилактический режим дозирования. И на этом фоне в сентябре месяце, в конце сентября месяца проводим вакцинацию против гриппа. Эффект вы можете посмотреть. Заболеваемость, суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом достоверно ниже по сравнению с среднегородским показателем школьников этого же возраста и с коллективом сравнения, где не проводилась вообще иммунопрофилактика. Не вакцинация не проводилась, не проводилась не специфическая иммунопрофилактика. Это действенный момент. Кроме этого доктора можно использовать и другие средства не специфической иммунопрофилактики. И не забывайте, что сейчас помимо иммунопрофилактики очень важно бывать на свежем воздухе, правильно питаться. Не забывайте о витамине Д, не забывайте о зарядке, не забывайте о правильном режиме дня и отдыха. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы постараемся на них ответить.